Здравствуйте, дорогие мои, сегодня мы с вами сделаем расклад на Таро по поводу ситуации между Россией и Украиной, как ситуация закончится до конца этого года, почему именно я ждала начало июля, а да потому что самые точные прогнозы в Таро это на полгода, вот и как раз сегодня такой день, что можно сделать расклад, у меня есть настроение и желание не заняться, значит собственно мы делаем расклад на ближайшие 6 месяцев, как будет расклад ситуация, между Россией и Украиной, это все мои домыслы, никаких фактов, соответственно моя интерпретация ситуации на основе расклада Таро, давайте начнем, так сегодня у нас 2 июля, это у нас около 2 часов дня, всем хорошего, начиная, так, собственно расправим 6 карт, отлично, так, смотрите, ситуация улучшается, вот эта карта меня очень обрадовала, в целом это просто расклад, который кричит, что ситуация будет распадываться наилучшим образом, то есть нас ожидает какое-то перемирие или соглашение, причем в этом будет принимать участие третья сторона, неизвестно какая, или Китай, или Европа, или США, почему-то у меня первое, что пришло в голову, это именно Китай, здесь у нас присутствует мудрость, принятие правильных решений, прилив новой энергии, мотивации, знаний, мудрости, этот человек также указывает на знания, мудрость и опыт, причем эта персона сыграет ключевую роль в соглашении, в подписании мира, опять же, еще одна карта указывающая на союз, благополучие, соглашение, мир, изобилие, эта карта также указывает на счастливое семейство, прилив инвестиций, денег, то есть получается сразу же, как только заканчиваются боевые действия, у нас начинается какая-то, ну, не то, что перестройка, а заново, заново начинается восстановление, да, в барст, притекают инвесторы, причем, что в Россию, что в Украине, я вижу, начнется мир, самое странное, что, словно, как будто бы ничего и не было, давайте более подробно узнаем, что это за карта, солнце, да, так, опять же, эта карта указывает на то, что всех ожидает мощный прилив радости и желание что-то делать, творить, я вижу даже всплеск рождаемости, некоторый всплеск рождаемости, почему-то именно в Украине у меня в голове первая попалась, ну, скорее всего, тоже в России, вот, далее, какая карта мне еще интересует, вот это, и вот это, мы добавим немножко информации, здесь, я вижу, собственно, мы приходим к какой-то умеренности, равновесию, сбалансированному договору, соглашению, что я вижу здесь, так это люди, которые намеревались достичь определенной цели, вынуждены оставить ее, и двигаются к новому соглашению, неизвестные ситуации, неизвестно, что их ожидает, и они от этого испытывают некоторый дискомфорт, а также испытывают разочарование из-за того, что они вынуждены расстаться с предыдущими своими ожиданиями, желаниями, целями, которые у них были, почему-то именно в голову приходит Россия, руководство России. Так, все заинтересованы в мире, все устали от этого конфликта, от этой ситуации, посмотрим, что еще говорят карты, в этом сыграет роль, не последнюю роль женщина, какая-то важная фигура. В общем, вот такая у нас интересная сегодня ситуация, да, такой расклад получился очень интересный, я сам не ожидал этого, то, что ожидает ситуация между Россией и Украиной. Опять же, это мои доводы, все это можно воспринимать достаточно, ну, предзакто или несерьезно, но в любом случае мы попытались. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, постараюсь ответить, возможно, я могу сделать вам личный расклад Таро. Все, всем пока, хорошего дня!